всем привет ребят это канал дерзкий собачник сегодня поговорим о стрижке когтей проблема первая черная собака черная собака у черной собаки черные когти в которых логично что не видно капилляры а если вы не видите капилляр то вы с большой долей вероятности практически на каждой стрижке можете отрезать лишнего повреждая кровеносный сосуд что может сопровождаться также стрессом у собаки и как бы вы не старались приучить собаку к стрижкам с помощью положительного подкрепления лакомства тренировок и привыканий к сожалению за того что вы делаете собаки больно у вас весь ваш прогресс откатывается назад каждый раз и собака просто ненавидит любые взаимодействия с ее когтями проблема вторая из-за малого веса собаки когти практически не стачиваются тем людям кто хочет сказать что нужно просто больше гулять я отвечу сразу мы сюки провели летом неделю при эльбрусье в горах на высоте 3000 метров ежедневно мы проходили от 10 до 15 километров по горам и скалам и когти у юки даже с такой нагрузкой не стачивались это также связано и с третьей проблемой у юки когти отрастают очень быстро три-четыре дня и коготь полностью отрастает назад так вот бесконечных поисках решение идеальной проблемы стрижки когтей я перепробовала несколько вариантов и техник и вот когда никак интересный пилочка нам особо не помогли купила я гриндер мы несколько раз попользовались вот этот гриндер абсолютно стандартный как все остальные гриндеры которые вы можете найти вот здесь такая штучка крутящаяся это алмазное напыление называется вот ее вроде как можно менять здесь защитный колпачок есть чтоб не знаю не поранить собаку еще вот такая штука тоже короче работает от батареек что могу сказать по поводу гриндеров во первых эта штука просто нереально медленно работает то есть он крутится медленно получается и у него очень маленькая мощность этой мощности едва хватает чтобы нормально пилить коготь и получается что я думала что есть сейчас куплю гриндер и у нас дело пойдет просто как по маслу я буду когти спиливать в одно мгновение хотя кстати вот этот гриндер ну я не хочу сказать что вот именно вот эта фирма вообще в принципе они все мне кажется более-менее одинаковые потому что у них одинаковый корпус они все работают на батарейках и у них у всех вот это одинаковая спиливающая головка с алмазным напылением они все одно и то же везде вот у этого гриндера было очень много отзывов на озоне там больше тысячи они были все хорошие в общем я решила попробовать по итогу чтобы вот этой штукой спилить когти моей собаки не знаю может быть коту это будет быстрее стачиваться чтобы спилить когти нужно минимум 40 минут сидеть ты сидишь пилишь 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 надо прям давить на ноготь на когать вот этой штукой чтобы она прям нормально пилила и плюс коготь от воздействия он нагревается собаки неприятно она вырывается то есть если вы это делаете потому что у вас есть проблема что собакой плохо пилит когти вам надо как-то процесс ускорить и при этом исключить вариант того что вы собаку пораните стрижкой то 40 минут сидеть тоже и бороться с собакой когда и это все очень не нравится еще эта штука жужжит неприятно и вот это вот все это по моему еще хуже чем быстро за 20 минут по стричках терезом с теми же самыми протестами вот то есть я буквально пару раз этой штукой попользовалась он разряжается кстати очень быстро то есть вот одну один раз попилишь посидишь там полчаса все он уже сдыхает опять его надо заряжать вот я поняла что эта штука вообще просто бесполезно абсолютно бесполезно для нас потому что когти моей собаки очень плохо берет не спиливает и я буквально вчера смотрела вчера я смотрела обзор давайте пока буду говорить будете смотреть на улицу вчера я смотрела видео где грумер какой-то американская женщина там стригла собаку и у него были очень длинные когти у этой собаки она была брошена этом кто-то нашел в общем когти были ужасно длинные и она достала свой гриндер и буквально в одно движение за несколько секунд спиливала огромный там трех-пяти сантиметровый коготь я подумал почему мой гриндер так не пилит я не понимаю чем он отличается может быть он какой-то супер мощный может быть он какой-то особенный этот гриндер что в нем такого что в моем брендере нету я начала лазить по озону искать гриндеры со словом профессиональный гриндер то есть я пыталась найти может быть есть какая-то профессиональная техника не вот это вот для домашнего использования штучка типа игрушки а какой-то профессиональный крутой гриндер который может за какие-то вменяемые деньги я куплю и он у меня будет делать работу я поняла что на озоне я ничего не нашла то есть все абсолютно гриндеры одинаковые кроме одного на который я почитала отзывы и там было написано что он даже коту не пилит когти то есть полный провал я зашла на два сайта для грумеров и не нашла там никаких особенных профессиональных специальных гриндеров либо сейчас уже из-за того что поставки у нас из-за того что проблемы с поставками нету техники какой-то зарубежной либо просто в принципе не существует такого понятия как вот профессиональный гриндер либо их надо каких-то других местах искать но вот на сайте для грумеров на двух сайтах для грумеров я ничего подобного не нашла и тогда у меня возникла следующая мысль а что еще может спиливать когти что еще может помимо вот этой штуки спиливать когти и так как я хожу в салон и делаю маникюр я вспомнила что в салоне у всех кого гель-лак или нарощие ногти мастер работает и спиливает все это фрезой причем фреза хорошо берет эти все акриловые толстые ногти это твердый трехслойные шелак вместе с твоим ногтем я подумала а почему бы не попробовать пилить ногти и когти собаки не вот этой специальной штукой для пиления когтей собаки а взять аппарат для маникюра вот кстати посмотрите я сейчас вам покажу у этого аппарата у него всего всего шесть с половиной тысяч оборотов в минуту он очень медленный он очень медленный а у более-менее адекватного какого-то аппарата пусть даже не профессионального для маникюра у него от 35000 оборотов при этом он работает от какой-то такой вот станции отдельной то есть как бы сам моторчик находится в устройстве вот в этой ручке а также к аппарату прилагается еще и там такая специальная коробочка видимо которая не знаю что там редуктор стоит преобразует как-то в общем эта штука сто процентов мощнее чем вот это плюс она не разряжается будет работать от сети и в отличие от этой штуки на которую можно поставить только я так понимаю заменить вот этот камень у которого такая видите толстенькая ножка на аппарат для маникюра можно заказать разные дополнительные фрезы в том числе там стальные очень жесткие фрезы которые предназначены для снятия акриловых ногтей которых ты так просто обычно пилкой не спилишь плюс скорость будет высокая которую можно регулировать вот и короче я решила сделать так я решила пожертвовать своими собственными деньгами ребят и провести эксперимент с тем чтобы попробовать пилить собаки когти не гринтером аппаратом для профессионального маникюра для аппаратного маникюра или как это очень называется я этим всем не занимаюсь я не специалист в общем вот я заказала аппарат я заказала фрезы одну фрезу специальную такую которая снимает покрытие еще и заказала набор других фрез которые я попробую и мы проведем эксперимент что будет если попробовать попилить когти этим аппаратом будет ли он достаточно мощный чтобы спиливать когти будет ли он достаточно быстро чтобы быстро спиливать когти и как вообще весь этот процесс пойдет вот скажу вам что по цене это то же самое что этот гриндер то есть аппарат с фрезами мне обошелся в тысяч в 2 400 а вот этот гриндер я купила за 2 200 то есть ценник такой же одинаковый поэтому здесь именно вот вопрос в эффективности потому что эта штука может быть просто как закрытие потребности как сказать в нише то есть здесь может быть доплата просто за то что это какое-то специальное оборудование в то время как вы можете выбрать какую-то альтернативу среди человеческой техники так скажем вот и лучше решить вашу задачу так что вы просто сидите и смотрите а я за свои деньги проверяю эту гипотезу если вы владелец такой же маленькой собачки то самые лучшие теплые лежанки норки или одежду вы можете найти в юки с шопе мастерской для шерстяных заходите и подписывайтесь поддерживая юки шоп вы поддерживаете выход роликов на этом канале всем пока